Здравствуйте! Я старец Артемий, поговорю с вами по-нашему, по-старчески. Страшные события происходят в православном мире, на границе России, Украины и при участии Константинополя. Но для того, чтобы вы поняли, в чем там дело, скажу, что в Украине вообще имеются три православные церкви. Это православная церковь Украинская Московского Патриархата, А это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата во главе с митрополитом Филаретом и там еще есть украинская автокефальная православная церковь, но она поменьше такого большого значения не имеет. Положение, естественно, довольно странное. Одна Три православные церкви, ну и поэтому вселенский патриарх Варфоломей в результате всяких хитрых византийских интриг решил предоставить автокефалию русской православной церкви, точнее украинской православной церкви, московского патриархата. То есть взять и оттяпать у московского патриархата, ну, один из самых лакомых, если даже не самый лаковый кусочек их сферы влияния. Следующий шаг после этого – это воссоединение трех украинских православных церквей, которое, скорее всего, произойдет уже очень скоро, а именно в следующем месяце, в октябре. С целью продвижения этого всего проекта Варфоломей направил в Украину одного архиепископа, еще одного епископа, это называется экзархи, ну, вот они должны, собственно говоря, всю эту процедуру автокефалии воссоединения всех украинских православных церквей проконсультировать, так сказать, и продвинуть. Естественно, это вызвало дикое неудовольствие, то есть не то, что неудовольствие, а просто припадки гнева, истерики и ужаса у патриархата Московского и у патриарха Кирилла Гундяева. Потому что, ну, понятное дело, они просто-напросто теряют Украину. Поэтому собрали священный сенот, и было там принято решение, значит, все это дело объявить расколом. Митрополита Киевского Филарета еще раньше предали анафеме, кстати говоря, еще в 90-е годы. Ну, а сейчас уже решили наехать и на сам Константинополь. Замечу, кстати, что ни на заседании Священного Синода Московской Патриархии, ни до этого, во время визита последней надежды патриарха Кирилла в Константинополь, нигде там не было митрополита Онуфрия, главы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Что, по-видимому, говорит о том, что Украинская Церковь Московского Патриархата решила для себя тихо-спокойно, что лучше они останутся в своей стране, чем будут представлять собой аппендикс города Москвы и Данилова монастыря. Помимо общих стенаний, в заявлении Священного Синода РПЦ говорится и о том, что эти события, в случае, если это произойдет, это все грозит расколом православия. Это не так, надо сразу сказать, потому что расколом в христианских церквях, ну, как это было, скажем, между православием и католичеством, или между староверами и нововерами, так вот, расколом считаются разногласия по идеологическим, по идейным, по религиозным мотивам. В данном случае мотивы чисто геополитические, а никакие не сакральные. Хотя, с другой стороны, я так думаю, что бабло, которое поступает от приходов для РПЦ, это самое сакральное, как раз, что и может быть. Но в этом они вряд ли признаются. Что на самом деле теряет РПЦ? Ну, для начала скажу, что мировое православие, на мой взгляд, от этого ничего не теряет, а Украина много приобретает. Значит, что теряет РПЦ? Во-первых, оно теряет 12 тысяч приходов в Украине. Помимо этого теряется Киево-Печерская лавра, одна из главных православных святынь, вообще одна из главных славянских святынь. Это, в общем-то, местечко такое покруче Троица-Сергиевого монастыря, и хранятся там святые мощи огромного количества святых православных, да и не только святых. Но там все, начиная от Ильи Муромца до Петра Столыпина. Кстати, и мощи князя Владимира тоже там долгое время хоронились, пока всякие войны и набеги их не развеяли. И это, конечно, это гигантская потеря. То есть лавра – это потери по одной причине, 12 тысяч приходов по несколько иной причине. Второе, что теряет РПЦ – это отношения с Константинополем. Отношения с Константинополем и, соответственно, с огромным большинством православных церквей во всем мире. То есть, кажется, на стороне РПЦ находится только сербская православная церковь. Все остальные, значит, отодвинутся, и отношения будут или свернуты совсем, или, по крайней мере, максимально отчуждены. Ну и третье – это то, что могут отпасть вслед за Украиной от РПЦ Московского Патриархата и некоторые другие территории, на которых уже происходят какие-то трения, волнения и оспаривания. Это, в частности, Эстония, это Молдавия, это, как ни странно, Китай. А совсем недавно я услышал и о том, что в Беларуси даже местная православная церковь тоже не прочь автокефализироваться. В общем, окажется Гундяев и его путинская РПЦ примерно в такой же ситуации, как и все российское государство. Одни на весь свет. Естественно, они единственное правильное, они единственное настоящее православное, остальные все какие-то левославные. Ну, то есть, они одни шагают в ногу, а весь остальной мир шагает кое-как. Ну, в общем-то, это их дело. Честно говоря, никакого у меня лично сочувствия к нынешней РПЦ Московскому Патриархату у меня нет, поскольку организация себя абсолютно дискредитировавшая. Кстати говоря, их угрозы, вот я их слышал даже от либерального митрополита Илариона, о том, что вот это автокефализирование УПЦ Московского Патриархата приведет к кровавым столкновениям в Украине и так далее. Ну, наверняка этого не произойдет, во-первых, потому что уже известно, что многие настоятели Украинской Церкви Московского Патриархата уже как бы подтвердили, что они совершенно не против этих реформ. Вот, а во-вторых, и главное-то, прихожане. За что им биться, к тому же, в кровь? Прихожане приходят в храмы для того, чтобы общаться не с Гундяевым, тем более не с Путиным, для того, чтобы общаться с Богом. И в этом им ничто не помешает.